привет мои дорогие друзья меня зовут дима вы на канале последние время есть побуждение не могу молчать хочу продолжать говорить к вам моим подписчикам гостям братьям и сестрам которые просто случайно зашли на мой канал спасибо за то что вы смотрите мои видео спасибо что ставите лайки спасибо что активно участвуете в обсуждении слава богу я очень рад что у нас разное общество да разные люди в основном люди очень открытые общительные так что слава богу пусть у нас господь благословит в этом обсуждении и в этом размышлении друзья сегодня мы поговорим о о разумных и неразумных девах некоторые христиане мне пишут что восхищение будет двойное или даже тройное что вначале спасение мудрых дев потом спасение глупых дев потом еще будет третье восхищение когда будет евреев как они говорят избранные это евреи что евреи будут будут восхищены третье восхищение да и ноги наверно уже запутались не понимают сути да как как же все на самом деле будут будет происходить они читают одно толку другие читают другое толку третье еще что-то притолковывают до описание никто не хочет читать изучать глубоко слово молиться чтобы господь открывал никто не хочет все хотят легко получить какую-либо информацию и начинают по всем церквям среди многотысячной толпы до проповедовать друзья прежде чем вы проповедуете будьте осторожны убедитесь чтобы что вам господь это открыл это прежде всего а во вторых убедитесь что вы правильно учите потому что если вы научите неправильно но господь вас при встрече не похвалит поверьте мне друзья это конечно все заблуждение по поводу первых вещей двойных тройных четырех восхищений что будет вот это вот разное восхищение нет а это заблуждение основанном как всегда на вырванном месте из писания друзья из контекста писания нигде в библии вы не найдете ни два не три восхищения ни четыре восхищения Восхищение будет только один раз. Я не устану об этом говорить, я уже когда-то это говорил очень много раз. Восхищение будет только один раз. Пришествие Иисуса Христа будет только один раз. Воскресение мертвых в конце дней будет только один раз, друзья. Поэтому не заблуждайтесь. Итак, сегодня мы поразмышляем о пяти разумных девах, умных, которые думали головой своей. И о неразумных или о глупых девах. Это притча, которая была озвучена самим Иисусом Христом. Давайте мы вначале прочтем этот небольшой отрывок из Писания, а потом попытаемся его растолковать. Хорошо? Давайте открываем. Место в Писании и читаем, друзья. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. А мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. То есть, понимаете ситуацию, да? А они взяли светильники, мудрые девы взяли масло, запаслись. А неразумные маслом не запаслись. Пятый стих. И как жених замедлил, то есть он не сразу пришел, жених, то задремали все. Все уснули. Всем захотелось спать. Почему-то. Почему? Да потому что жених замедлил. Время идет, да, как многие говорят, где пришествие, где обетование, обещание Божие, что Господь придет, где оно? И многие, так как жених замедлил, заснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, вот жених идет, выходите навстречу ему. То есть, это произошло вот так. Во мгновение ока. Нежданно, негаданно. Вот так. Готов ты, не готов, это уже определит то, как ты жил до этой встречи с женихом. Тогда встали все девы, проснулись. И поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудры отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир. Знаете, что такое брачный пир? Это когда жених встречается с невестой. Это и есть восхищение церкви, которое будет один раз. Брачный пир, все. Кто успел, тот и сел. Итак, готовые вошли с ним на брачный пир. Готовые это пять мудрых дев. И двери затворились. Все. После приходят и прочие девы. Еще осталось пять неразумных девок. Они уже пошли на базарчик, запаслись маслом, пришли. А тут уже произошло событие, что-то случилось. И говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ. Истинно говорю вам, не знаю вас. Представляете? Они тарабанят ему в дверь, говорят, Господи, Господи. А он им говорит, я не знаю вас. Представляете? Вывод какой? Иисус Христос говорит. Итак, бодрствуйте. Что такое бодрствуйте, друзья? Помните, мы когда-то тоже об этом размышляли. Что такое бодрствовать? Не грешить. Не грешить. Жить чистой и святой жизнью, иметь личное взаимоотношение с Иисусом Христом. Вот что такое бодрствовать. Мы сейчас еще об этом поговорим. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Итак, некоторые наблюдения, которые мы постараемся сейчас рассмотреть и изучить кое-что. Итак, мы видим, друзья, давайте смотреть Писание, открывайте Библии, и давайте будем внимательно изучать этот отрывочек. Мы видим пять разумных и пять неразумных. Дев. Мы видим светильник, мы видим масло, мы видим сосуды, сосуд, и мы видим жениха. У каждого из этого есть толкование. Да? Не просто же так нам это все дается. Обратите внимание, как пять разумных, так и пять неразумных дев считали себя христианами и старались жить по-христиански. Тогда смысл, да? Они все девами были, то есть они все ожидали жениха, думали, да, что они встретятся с ним. И те, и те считали себя христианами и старались жить по-христиански. Еще обратите внимание на интересный момент, что задремали все. Задремали все. А то некоторые недочитывают или забывают, да, что вошли те, которые не спали. Типа бодрствуйте, да? Но в данном контексте, в данном месте из Писания говорится о том, что задремали все. То есть, что такое задремали все? Духовно ослабли. Слышите? Духовно ослабли все. Итак, что же такое светильник? Открывайте место из Писания, читаем. Теперь будем толковать. Согласно Писанию. Светильник. Что же это такое? Светильник, который взяли девы. Эти девушки, скажем так. Ну, на нашем языке мы говорим девушки, да? Не девы, а девушки, да? Или девы, еще девственницы, да? Это девушки, которые еще ни разу не женились, вернее, не выходили замуж. Итак, слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово твое, светильник, друзья. Слово твое, светильник. Итак, светильник, скорее всего, это Слово Божье. Это Писание, которое мы должны изучать с утра до вечера каждый день. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, день и ночь, дабы в точность исполнять то, что там написано. Слышите? То, что говорит Писание. Итак, светильник, это Слово Божье. Сосуд. Что такое сосуд? Читаем. Писание открывает нам и отвечает на все эти вопросы. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый. Под сосудом можно понимать сердце и жизнь самого человека. Сердце и жизнь человека. Вот сосуд. Еще апостол Павел писал, «Но сокровище сие, веру в Иисуса Христа, Духа Святого, который поселился в нас, мы носим в глиняных сосудах». В глиняных сосудах. Помните, у нас есть горшечник, Бог, а мы из глина в руках Его. Это все мы берем из Ветхого Завета. Потому что больше неоткуда брать. И Новый Завет, по сути дела, написан на основании Ветхого Завета. Поэтому глиняные сосуды, там написано, «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». Итак, сосуды – это сердце и жизнь человека, друзья. Что такое масло? Что такое масло? Итак, масло, просто на некоторое замечание, «Масло поддерживает горение светильника». Как интересно. Масло поддерживает горение светильника. Светильник – есть Слово Божие. И жизнь человека. Вот взаимосвязь идет. И, во-вторых, оно находится внутри человека. Так? И должно находиться там, чтобы человек мог спастись. То есть, получается, недостаточно просто иметь светильник. Сейчас многие имеют светильник. Надо иметь еще достаточно масла. То есть, недостаточно иметь лампочку, да, в доме. Надо еще иметь электричество. Слышите? Надо еще иметь электричество. В древние времена светильники горели за счет масла. Сейчас лампочки наши горят, и приборы работают за счет электричества. То есть, нам нужно не просто иметь лампочку, светильник. Что светильник сам по себе, он тебе никакой пользы не принесет, если не будет электричества. Так что же такое масло? Недостаточно просто иметь светильник. Повторяю. Надо еще иметь достаточно масла. Электричество для лампочки. Лампочка не загорится без электричества. Никак. В Библии у слова масло есть также синоним. Это слово елей. Знаете, да, знакомы с таким термином? Елей. Елей изготовляется из маслин. Взаимосвязь, да? Что же это может быть? Вы уже догадались? Что же это за масло такое? Итак, масло или елей – это Святой Дух Божий, друзья. Это Святой Дух Божий, который живет в сердце человека. Читаем. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само себе сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Помазание. Два раза. В одном месте есть Писание, в одном стихе используется слово «помазание». Помазание. Чем-то мажут, кого-то мажут, для чего-то мажут. Интересно, да? Что же это такое? Еще одно место. На этот раз апостол Павел пишет. Там писал Иоанн, а здесь пишет Павел. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Помазание. Помазавший. Речь идет о масле. Маслом же мажут, правильно? Это все прообразы Ветхого Завета, друзья. Речь идет о масле. А чем можно помазать? Чем мазали царей на царство в древние времена? Почитайте Ветхий Завет. Итак, масло, друзья, это прообраз Духа Святого, который живет в сердце верующего в Иисуса Христа человека. Но жених, как раз толковать, из жениха вы уже сами можете, правда? Жених, это понятно кто. Сам Иисус Христос. Помните, в Откровении написано, наступил брак Агнеца. Агнец, это Иисус Христос, ягненок, который был заклан за все человечество, за спасение всех людей, не только евреев. Итак, Агнец, это Иисус Христос. Брак Агнеца, брак жениха и невесты. Жених, это Иисус Христос. Невеста, это верующий в Иисуса Христа. Или же Церковь Иисуса Христа. Это все одно и то же. Это синонимы. Итак, теперь давайте посмотрим на некоторые факты. Я надеюсь, вам интересно было до сего момента. И Бог вам много чего открывает. Дай Бог, чтобы мы не только понимали это интеллектуально, но и принимали это верой и жили по Слову Божьему в Духе Святом. Это очень важно, друзья. Итак, факты. Первый факт, который согласно этого места из Писания, которое мы прочитали о десяти делах. Господь придет только один раз. Не два и не три. Не два и не три. Они начали тарабанить, помните, в двери. Господи, Господи, отвори нам. Господь сказал, все. Все. Никакого второго восхищения и никакого третьего восхищения. Восхищение будет только один раз. Восхищение Церкви будет только один раз. Не два и не три раза. Это первый факт, который нам нужно уяснить. Господь придет только один раз. Восхищение будет только один раз. Воскресение мертвых будет только один раз. Я имею в виду праведников. Второе воскресение – это воскресение грешников. Об этом я сейчас пока не говорю. Мы сейчас говорим о праведниках, тех, которые хотят встретиться с Господом Иисусом Христом. А внешние неверующие грешники, с ними у Господа другой разговор. Поэтому мы говорим о том, что воскресение праведников будет один раз. Второй факт, который нам нужно уяснить, друзья. Пять неразумных дев вообще туда не войдут. Вообще туда не войдут. Понимаете? Не войдут. Прочитайте еще раз это место из Писания. После приходят и прочие девы. Еще пять неразумных, глупых дев. И говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ. Истинно говорю вам, не знаю вас. Не знаю вас. Все. Для них уже все. Двери спасения закрыты. Хотя они считали себя христианами. И думали, что спасутся. Третий факт. Господь Иисус сказал им, что он никогда не знал их. Это перекликается с другими местами из Писания. Давайте зачитаем, чтобы вы понимали. В подтверждении. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Помните, что такое воля? Воля есть его освящение наше. Воля есть его, чтобы мы воздерживались от блуда, чтобы мы умели сохранять свой сосуд, свою жизнь в чистоте и святости. Вот воля Небесного Отца. А не то, что вы там себе придумали. Бог будет вас судить в конце дней не потому, что вы там себе придумали, что есть воля Божья, а потому, что говорит Писание. Итак, воля Божья – это чистая и святая жизнь. Твоя и моя. Аминь. Итак, многие скажут, Господи, Господи, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, не от Твоего имени мы бесов изгоняли, не Твоего имени чудеса творили. И тогда объявлю им, подчеркните, я никогда, никогда, никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Слышите? Для этих людей уже не будет второго шанса. Не будет. Не будет. Запомните, друзья, шанс у тебя есть, пока ты здесь на земле живешь, ты можешь опокаяться и веровать в Иисуса Христа. А если ты называешь себя христианином и живешь во грехах, у тебя еще есть шанс, пока ты дышишь. Обратиться к нему, покаяться и больше не жить во грехах. Все. Это как, допустим, карандаш это грех. Я, называя себя христианином, живу с этим грехом. Я говорю, Господи, я понимаю, что это грех. И за этот грех ты меня судишь в вечности. Я прошу тебя прощения, не хочу больше делать этот грех. Дай мне силы его больше не делать. Я его оставляю и больше к нему не притрагиваюсь до конца, пока не встречусь с Иисусом Христом. Вот что такое чистая и святая жизнь во Христе. Потому что те, кто будут думать, они тоже, Господи, Господи, вроде бы, знаете, похожи на христиан, да, многие там чудеса творили. А Господь, Он говорит, я никогда не знал вас, не знал вас никогда. Представляете, вердикт такой услышать в конце дней? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Беззаконие, вот корень их всех бед. А то, как ты себя называешь, хоть ходи ты в церковь, хоть давай десятину, хоть неси служение. А если ты живешь в постоянных, нераскаянных грехах, хоть ты внешне похож на христианина, ты все равно идешь в погибель. Слышишь? Это Писание, я просто озвучу, друзья. Это Писание. То, что ты говоришь, Господи, Господи, это еще не факт, что ты спасешься в Господе Иисусе. Слышишь? Написано, праведник едва спасается. Едва спасается праведник. А что же говорить о нечестивом и грешном? Где Он явится? Так говорит Писание. И то, что ты делаешь там великие служения, на сцене тебя показывают, или по телевизору тебя показывают, ты изгоняешь бесов, вроде бы, якобы. Пророчествуешь. Великие толкаешь речи. Люди там все в шоке от того, что ты говоришь. Чудеса творишь, понимаешь? Реальные чудеса. И мы знаем, что уже пророк будет творить чудеса в конце дней, так что и огонь сводить с неба на землю. Ну и что? А толку. Это еще не факт, что ты наследуешь Царство Божие. Понимаешь? Это не лакмусовая бумажка спасения твоего. Это не показатель того, что ты пойдешь на небо. А что может быть гарантией? Тебе, наверное, сразу стало интересно. Что же может быть гарантией, что я точно попаду на небо? Вот я считаю себя христианином. Я верю в Иисуса Христа. Что может быть гарантией, что я точно попаду на небо? Я тебе скажу. Согласно Писанию. Это осознание того, что Бог простил все твои грехи. Что Дух Святой живет в твоем сердце. Что сам Бог Духом Святым внутри тебя. Свидетельствует твоему Духу, что ты Божье дитя. Слышишь? Свидетельствует Дух Святой прямо сейчас. Он должен свидетельствовать. Он мне прямо сейчас свидетельствует. А тебе свидетельствует, что ты Божье дитя. Я делаю паузу. Спроси прямо сейчас у Бога. Господь, а я твое дитя? И получишь ответ. Незамедлительный ответ. А если ты никакого ответа не слышишь, вдруг ты в опасном положении. В вечности неизвестно, куда ты попадешь. В вечности будет тьма. И скрежет зубов. Противостоишь ли ты искушениям плоти, мира, дьявола? Знаете, что такое противостоять искушениям? Дьявол тебя склоняет, допустим, смотреть порнографию в интернете. А ты отказываешься и говоришь, нет. Нет. Ты терпишь. Ты смиряешь свои. И убиваешь. Умерщвляешь свои плотские желания. Слышишь? Дьявол тебя побуждает пойти украсть что-то. Травки покурить, переспать женщину, обмануть. А ты отказываешься, говоришь, нет. Я Божье дитя. Господь мне не разрешает этого делать. Слышишь? Ты смиряешь и убиваешь греховную свою плоть. В своей страсти и похоти во Христе ты убиваешь. Как Иисус Христос умер один раз, так и ты должен один раз умереть вместе со Христом. Для себя, для своих амбиций, для своих желаний, для своих грехов любимых. Слышишь? Вот что такое настоящая жизнь христианина. Вот что значит иметь масло в светильнике. Вот что значит быть разумной девой, девушкой. И быть достойной прийти на брачный пир Господу. Ну так или не так? Я что-то не так говорю. Я что-то неправильно говорю, а что-то не по Писанию говорю, друзья. Высокий стандарт? Конечно, высокий стандарт. Если в Ветхом Завете было за прелюбодеяние смерть, то сейчас Иисус говорит, всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал. Уже. Ты только подумал, прокрутил, уже все. Ты согрешил. А грех, возмездие за грех смерти. Если ты не раскаешься в этом грехе, если ты не будешь хранить свои мысли в порядке, в чистоте, будешь позволять греху циркулировать в твоей голове, в твоем сердце, то не надейся на спасение. Будешь тарабанить, как те девы, пусти нас, Господи, Господи. Понимаешь? Это очень серьезно, друзья. Нужно быть достойным, прийти на брачный пир Господу. Господь сказал, идите, ибо уже все готово. Господь уже сделал все ради нас. Нам не нужно, знаете, прилагать усилия, как многие говорят, надо исполнять закон, надо там делать то, делать это. Нет. Господь Иисус Христос, Его жертвы на кресте достаточно. Его кровь омывает нас, написано, от всякого греха. Если ты открываешь перед Ним сердце, если ты исповедуешься в своих грехах, просишь у Него причиня, Господи, прости меня, и больше не повторяешь этот грех, Господь тебя называет Своим детем. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь? Потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха, освободились от греха, вы не рабы греха, я не раб греха, вы стали рабами Богу. Третьего не дано. Или ты раб Божий, или ты раб дьявола. Раб греха. Раб своих желаний и амбиций. И в итоге идешь в смерть. Но если ты стал рабом Бога, то ты освободился от греха. И какой тут плод написано? Плод ваш есть святость. Слышите? А конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему. Обратите внимание, плод наш есть святость. Вот что важно для Господа будет в вечности. Есть ли у тебя святость? Помните, написано, имейте святость, без которой никто не увидит Господа. Есть ли у тебя святость? Живешь ли ты повседневной, христианской, бытовой жизнью? Не только в церкви, не только там, где ты с христианами встречаешься, а в жизни. Вот, когда ты дома один, живешь ли ты чистой и святой жизнью во Христе. Вот, что будет показателем твоим пропуском на небо. Вечность. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему. Итак, где-то эти неразумные девы огорчили и оскорбили Духа Святого. Где-то они Его угошали своими грехами и не жили по Духу Божьему. Они изгнали Духа Святого из своей жизни, слышите? А потому и погибли, когда пришел Христос второй раз за ними, когда состоялся брачный пир. Спаслись только те, в которых было масло, светильники и масло. А вот секрет спасения во Христе. Ту святость, которую тебе подарил Господь наш Иисус Христос. Храни ее даже до дня встречи с Ним. Умрешь ли ты физически или застанешь Его второе пришествие, когда Он тебя заберет на небо. Неважно. Храни себя изо дня в день. Не оскорбляй Духа Святого своими поступками, своими грехами. Живи по Слову Божьему изо дня в день. И будешь достойный встречи с Ним. Аминь. До следующей встречи с Ним. До следующей встречи, пожалуйста. Продолжение следует...